Не было гостей, не было гостей, да вдруг наехали, да вдруг наехали... Это лучший подарок к ее дню рождения, шутит преподаватель декоративно-прикладного творчества из Бершетти Надежда Крылосова. В поселке открывается новый дом культуры. Теперь, наряду с привычными праздничными хлопотами, вместе с коллегами думает, какие кружки открывать первыми. На перспективу танцевальные разные. И для людей, которые в среднее поколение, там вот, допустим, и цыганские танцы, и восточные танцы, аэробику хотели открыть. Три года молодая мама Ольга Бузина возила дочку на танцы в соседний поселок. Теперь готовиться к конкурсам можно недалеко от дома. Теперь мне будет удобнее возвращаться домой. Я буду раньше приходить домой, буду все успевать. Сейчас мы можем спокойно отпустить ребенка, она сходит, позанимается, и ребенка привезут домой. То есть, все условия созданы. Новый дом культуры – это актовый зал на 200 мест, малый зал для кружков, хореографический зал и вместительное фойе. Помимо прочего, здесь для маленьких жителей Бершетти рядом с домом культуры построили детскую площадку. Стоимость такого маленького чуда – 300 тысяч рублей. Общая стоимость проекта – около 19 миллионов рублей. Социальное партнерство краевых властей совместно с Лукоилом работает в полном объеме. Рассказывает губернатор края Виктор Басаргин. В этом году уже создано 20 объектов здравоохранения, 17 детских садов, а также 4 дома культуры. Программа социального партнерства, которую мы подписываем с Лукоилом, она работает в полном объеме. У нас еще ни разу не было сбоя. 20 объектов здравоохранения, 4 либо 5 объектов ежегодно домов культуры мы запускаем по всему Пермскому краю. Создание полноценных условий для получения разнопрофильного образования в краях – приоритетная задача, поставленная Виктором Басаргиным. В целом в 2015 году в регионе планируется более 30 детских садов, 2 учительских дома, а также 9 межшкольных стадионов.